Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте BookHallage и как бы пришли в бункер Альфа для того, чтобы активировать дискетку с координатами. В сегодняшнем видео хотел бы сравнить лут, который попадает с ящика при активации дискеты с координатами и конечно же с ящиков, которые можно получить в полицейском участке. Это будут карта капитана и карта инспектора. Это все мы увидим буквально через несколько минут, а сейчас нам нужно опуститься в бункер Альфа к инженеру для того, чтобы активировать нашу дискетку. Дискетки пока что у меня нет, у меня есть ингредиенты, которые нужны инженеру для обмена на дискету. Как говорится, по сусекам, по скреб и нашел то, что нам нужно. Вот, репутация 9 у нас в инженера и пора всунуть ему вот эти детальки, которые... Вот, хорош, что они. По моим подсчетам, как бы было предостаточно, чтобы получить дискету. Сразу же после этого мы активируем дискету в тактическом терминале, чтобы получить данные, координаты, которые указывают на локацию, у которых скрыто. Да, этот ящик. Большущий ящик с огромнейшим лутом. В принципе, самое редкое, что можно получить с этой локации, это зараженный ящик. Но для очистки этого ящика нужна кислотная ванна. В этом ящике мы можем получить и ФНС, и гранатомет, кольт, по-моему, ВСС, калаше М16, глокки. Короче, любое оружие, которое только может быть доступно нам в игре. Так, вот вы видите, появилась у нас временная локация с координатами. И мы нажимаем бежать и будем смотреть, что же мы можем получить в этой локации. Но мы все знаем, что мы можем получить. Мы можем получить щеночка и можем получить хороший лутец. Так. Прибываем на локацию. Хорош. И будем искать. Так, спринт мне сегодня не понадобится на этой локации. А вот скрытность хорошо бы сыграла нам в пользу, чтобы убивать бегунов. 90 урона знаком Херрандог. Нормально, нереально. Вот так вот наносится нашим зомбям. Бегуны. С одного удара просто улетает. Блин, согрел токсического толстяка. А вон мы увидим и ящик. Какой он у нас? У нас. Он у нас простой, ребят. Ух ты ж собака прыгучая. Получается, простой ящик. Не кислотный, не зараженный. То есть кислотную ванну мы сегодня не будем использовать. Если честно, то, ребят, бывает ящики зараженные с хуже лутом, чем вот с простого такого ящика. Поэтому сразу же залутаем. И пойдем отправляться искать щеночка на этой локации. Мы подчищиваем всю локацию. И может быть где-то выпадет нам щенок. Опа. Редкий. Ну, не редкий. Но зато схема для модификации вашего оружия. Прочитайте, чтобы добавить рецепт. Ну, конечно же, применить. Вот. Коллиматор. Это хорошо. Кольт. Как говорится, редкое оружие. М16. Целый сет брони. Два заряда С4. Микросхема. Части двигатель. Стальные пластины. Медные слитки. Бензин. Железные слитки. Все это. Как бы очень и очень трудно найти в игре. А мы вот нашли сразу в одном ящике. Попробуем, конечно же, забрать все. Однозначно все. Вернуться сейчас за сетиком брони. Это все. Нам нужно обязательно забрать краска. Теперь мы собираем красочку для того, чтобы красить Чоппер. Узор Китти и все такое. Вы знаете. Ну, узор Китти, конечно, на Михалыче. На Бухалыче почему-то мне еще с узорами редкими не особо везет. Да и Чоппер не особо хотелось бы красить. У меня есть узор Череп. Это, наверное, одна из самых редких окрасов. Я собираю 20 белой краски. Теперь остается зачистить Локейшн. Блин, токсические. Они как-то более чувствительны к выжившим. То есть, к таким, как я, как вы, игрокам. Вы видите, токсические первые всего агрятся на нас. Вообще, я не видел ни разу, чтобы убить токсического вот этого бегуна зелененького, который блюется со спины. Ну, то есть, ударом стелса. Потому что они постоянно появляются ниоткуда, бегут на вас. Они чувствуют вас заранее. Вот так вот. Это мое предположение. Но оно так и есть, ребят. Никогда не видел на локации зеленого зомби, чтобы убить его со спины. Простые эти? Да, без проблем убиваются. Я так понимаю, что уже тут локация не сильно большая. Щенка мы не находим. Пора, наверное, нам выдвигаться в бункер. Оу. В полицейский участок. Давайте уже убьем вот этого, чтобы он как сирота здесь не был. Блин, еще согрели. Это простой. Как говорится, нормально, нереально. Все. Зачистили локейшн. Пошли оставим все, что нам у нас лишнее на базе. И, естественно, отправляемся в полицейский участок, чтобы залутать. Синие ящики и, самое главное, фиолетовые. Синие ящики мы получаем за карточки капитана. Фиолетовые за карты инспектора. Очень и очень мне сейчас хочется увидеть лут, который там выпадает. По-моему, разработчики сделали намного круче лут, который выпадает из фиолетовых и синих ящиков. Сейчас мы все выбросим, заберем с собой карточки и отправляемся в полицейский участок. Well done, ребят. Я нашел все, что нам нужно. Это ключи от камер. Откроем 7 камер сразу. По-моему, там или 6 или 8. Вот я не помню точно. Есть тоже карты капитана. 4 штуки и одна карта инспектора. Это все нам нужно для того, чтобы успешно пройти наш тестик. Можно так сказать в кавычках. Нажимаем ехать. Отправляемся на глобальную карту. И нам нужно посетить наш полицейский участок. Полицейский участок сегодня был уже мной открыт. Я менял свои вот эти плохие карточки. Ну как плохие, можно так назвать. Самые простые карты сержанта на карты более высокого ранга. У меня получилась карта инспектора сегодня. Именно из-за этого я думаю, как лучше снять карту инспектора. Вот с таким вот, не знаю, продолжением, развитием мы снимаем сразу же видос о карте инспектора. И как бы капитана. И сразу же дискетку с координатами. Итак, ребят, ну что, пора нам активировать 4 карточки капитанчика. Капитошки. Давайте посредине будет фиолетовый. И опять 2 капитошки. Так, херрандок. Нормально, нереально. Ну вы видели, лут, который выпал за дискетку с координатами. Теперь мы видим лут, который выпадает за синие карточки капитана в полицейском участке. Херрандок. Доступят новый модуль. Вот это шикарно. Следующий. Ну давай, первый, что у нас тут? Оружие, оружие, еще раз оружие, сет брони. Ну, шикарно. Можно сказать, таки сравнить даже. Если это был бы кольт, то я думаю, так, такой у меня уже есть прицел x8. Еще больше оружия. Так бы, ракетница тоже уникальное редкое оружие, которое практически нигде не выпадает. Вот можно его добыть на ферме, можно его добыть здесь, в полицейском участке. По-моему, больше нигде оно не добывается. Так, мне нужны эти чайнички, чтобы сделать прикат к глоку. Ого, фиолетовый глушитель. Крайне редкая схема модификации оружия. Ого, ребят, вот это нормально, нереально. Теперь у меня будет глушитель на моем, как бы, винчестере. Очень круто. Я не знаю, я предвкушаю одни посмотреть, какой будет глушитель на вестере. Так, нужно посмотреть, что еще. Ну, конечно, четыре оружия, с этим ничего не сравнится. Вот эти энергетики, это тоже такая халява, ребят. Я сразу не знал, что делать с нашими энергетиками. Но, ребята, мне подсказали в комментариях. Спасибо вам всем за то, что писали, что делать с энергетиками. Теперь я уже знаю, что энергия восстанавливается к сотне. Незаменимая вещь, особенно, конечно, когда у тебя бензин уже в убытке. И ты ездишь, как бы, тебе нужно что-то сделать еще на карте. Восстанавливает энергию до максимального значения. Ого, вот и винчестер. Вот дробовичок. Дробовичок, что, доступен модуль. Ну, на Михалыче у меня такой модуль есть. Сейчас мы тоже видим аптечки. Крутое оружие. Просто мега много крутого оружия. Что тут еще? Аптечки плюсу. М20. В принципе, дальше аптечки мне уже не нужны. Еще один усиленный приклад. Синий. Нифига себе. Вот это мне винчестер-то будет нормальный, нереальный. Но винчестер нужно апгрейдить будет 100%. Так, ребят, мы получили два модуля уникальных на винчестер. Также есть у нас новый эсэсик. И я думаю, что пора таки отправляться нам куда? Конечно же, лутать камеры, которые здесь находятся в самом полицейском участке. У меня есть знак. Но, если честно, мне не особо хочется использовать мой знак. Наверное, мы возьмем какое-то оружие покруче. Все-таки, ну, могу себе позволить, ребят. Могу. В винчестер оставляем на более подходящее время. И думаю, давайте расстреляем ракетницу. Так мало мест, где можно использовать ракетницу. Именно вот здесь. Так, 120. Это два выстрела. И просто убегаем. Ждем, пока эта собака сутулая сгорит. Этому одного выстрела хватает. А вот в этом здоровьику нужно три. Один выстрел, по-моему, сжигает. Да, ровно 100 хп сжигает один выстрел, ребят. Ха! Ест землю. Вот это жрет землю. Так, ну что. У меня как бы есть настроение. И я думаю, что мы можем найти что-то крутое на вот этих вот... На локации полицейского участка. И как бы вот этих вот камерах. Где... Ну, наверное же, когда-то повезет мне. И мы найдем что-то редкое. Типа майки, которая уникальная тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, ребят, всего лишь камер. Поэтому я даже с излишком взял наше количество ключей от камер. По-моему, один выстрел так и не произошел. Сюда иди. Сгорел. Смотрите, он тоже перестает бежать. У него там какая-то энергия. Она заканчивается. Ну, залутать все камеры мы сможем уже прям вот немедленно. Заходим в первую, что? Ну, вода и папиросы. Это, как бы я понимаю, хороший лут. Но самое главное, что сейчас на рейдах начали выпадать ключи. И я как бы побегал, побегал по ящикам. Он увидел, что у меня есть целых четыре ключа. И тут три, которые я не использовал. Хорош. Я сказал бы, что лучше убить сначала вот этого дядьки Гарри. Гарри, ясно? Чтобы не погасло. Ну, теперь мы с легкостью открываем все полностью камеры. И лутаем все полностью вот эти коечки заключенные. Вот она, майка выглядит почти как новенькая. Нормально, будем носить ее и радоваться. Так, ну что. Давайте залутаем еще один. Да. Короче, я так понимаю, если майка уже выпала, то мы уже ничего уникального и редкого не получим. Но хотя, залутать все обязательно камеры нужно. Еще нужно возвращаться сюда несколько раз за лутом, который там остался. Сеты брони. Это просто уникальное место, где можно найти мега много сетов брони. Мега много всего крутого. И, ребят, вот такой вот видосик у меня получился. Давайте напишем в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть с полисейского участка. Может быть, волны пособираем. Может быть, еще что-то интересное. Так, а пока я хочу попрощаться. Надеюсь, вам понравилось это видосик. И вы поставите заслуженный под ним лайкосик. Всем пока-пока. И мы увидимся обязательно в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok